Всем добрый вечер еще раз. Итак, скажите, пожалуйста, вообще кому интересна такая социальная сеть, как Инстаграм? Ребят, кто в ней рекрутирует, кто хочет научиться рекрутировать? Напишите в чате сейчас. Кто считает, что такая социальная сеть, как Инстаграм, это необходимый инструмент для рекрутирования? Хочу научиться, хочу. Вся в софитах. Да, я вообще вся в софитах. Так. На первом месте. Супер. Начинаю изучать. Отлично. А напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста. Ну, честно, да, здесь же мы не на уроке, да, математики, где я училка злая, я буду вас ругать. Ребят, в нашем бизнесе никто никого не ругает. Напишите просто, у кого еще нет хотя бы одного аккаунта в Инстаграм? Ну, кто еще не начал изучать? Напишите, например, ноль, вот цифруку ноль, я буду понимать, что у вас еще нет. Нет. Потому что, опять-таки, кто уже в ней работает, он больше будет знать, да? А кто еще не создавал ни одного аккаунта, значит, вам нужно объяснить более подробненько. Ага, то есть есть у нас еще партнеры, у которых нет Инстаграма. Все, отлично. Итак, значит, сегодня моя какая задача? Сегодня, ребят, я сейчас быстренько объясню, как создавать аккаунты, потому что на этой неделе, буквально завтрашнего дня, у вас будут по группе ускоренного роста, кто идет в ГУР, задания по Инстаграм, заводить рабочие аккаунты. Вот. Поэтому нужно понять, как их заводить, да, чем наполнять. И второе, я объясню сегодня подробно, как набирать подписчиков, из каких ресурсов, да, что прямо по кнопочкам, и как описать, кому в Директ. Вот. Вот эти вот моменты сегодня я расскажу, потому что приходят до сих пор такие вот вопросики. Итак, ребят, ну, Инстаграм, да, социальная сеть, которая сейчас мега популярна, знаете, иногда я слышу, что, ой, в Инстаграм один Арифлейм, в Инстаграм один бизнес онлайн, да, то есть, ну, то есть бизнес в интернете, удаленная работа. На самом деле там есть живые люди, вот, они там есть, их там много, вот, и наша задача, да, определившись со своей целевой аудиторией, искать их там и привлекать к своей странице. Инстаграм, он сейчас очень актуален, это самая удобная сеть, через которую мы развиваем личный бренд. Ребят, я порой даже забываю в Одноклассники выставить пост, потому что я в Инстаграм выставила, сразу у меня Фейсбук и ВКонтакт ушла, да, ушел пост, репост сразу в три социальных сети. Там Твиттер можно, но я им не пользуюсь, то есть Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакт сразу, да. И потом я только к вечеру вспоминаю, что я, ой, я в Одноклассники отдельно забыла выставить пост. Поэтому для меня, для развития личного бренда сейчас вот именно Инстаграм и ВКонтакт, потому что они связаны, становится более удобная социальная сеть. Поэтому, если вы даже работаете, ребят, со списком знакомых на теплом рынке, даже если вы стоите на промостойке, даже если вы используете свои уникальные методы рекрутирования, там, активные контакты, ребят, это сейчас в современном мире не исключает развитие личного бренда и вообще развитие социальной сети Инстаграм, потому что ваши знакомые наблюдают, потому что те, с кем вы сделали активный контакт, а все сейчас с телефонами. Можно. Вот скажите, у кого сейчас в руках есть телефон, у кого есть смартфон. То есть ваша задача, когда вы сделали, например, активный контакт, то вы сразу человека спрашиваете, у тебя есть Инстаграм? Вот, если есть Инстаграм, тут же его находитесь и делаете друг друга подписчиками. Отлично. Вот. Поэтому у вас должна быть раскрученная страница личного бренда, ребят, в Инстаграм. Соответственно, контакт и Фейсбук будет. Сейчас очень активная жизнь, да, особенно вот у нас, у мамочек двоих детей, да, у всех, да, у бабушек четырех внуков, у студентов. Ребят, на самом деле бешеный ритм жизни, который нас вынуждает быть всегда, чтобы рука была продолжением, чтобы телефон был продолжением руки. То есть телефон всегда с нами. Где-то что-то, вы куда-то пошли, например, да, вчера там на Пасху в церковь, раз сфотографировались с внуками, с детьми, выставили вашу активную жизнь. Поэтому там пошли на пробежку с утра, да, сфотографировались, выставили. Поэтому нужно иметь сейчас реально смартфон, да, чтобы там была память, чтобы там были хорошие, качественные селфи сделаны, да, фотографии делать. Вот, и сразу выставлять это все в социальную сеть, инстаграм. Быстро, удобно, с телефона, в дороге, куда-то поехали, там на море, в путешествии, и тут же вот у вас на деревню за грибами, на рыбалку, и все с вами, ребят. Вот, поэтому нужно, даже если у вас сейчас нет, ребят, нужно, чтобы было. Дальше, бывают два метода. Вот кто со мной согласен, ребят? Кто со мной согласен? Угу, отлично. Итак, существует два метода, ребят, активный рекрутинг и пассивный рекрутинг. То есть пассивный рекрутинг – это когда люди сами вам пишут, а что у вас за работа. Ребят, ну для того, чтобы рекрутинг был пассивным, нужно, во-первых, иметь уровень, нужно иметь доход, и нужно иметь раскрученный личный бренд. Чтобы настолько она цеплялась, чтобы настолько люди сами вот, да, захотели у вас спросить. Поэтому, если вы только начинаете, вы можете создать 50 страниц, но если они не раскручены, если личный бренд они не раскручены, люди к вам сами не будут стучаться, ребят. Поэтому в начальном этапе все используем активное рекрутирование, это ваши активные действия, какие сейчас как раз-таки я и расскажу. Мам! Итак, вообще Инстаграм, он... Мам! Что? Мам! Она глупая. Вот изначально Инстаграм – это социальная сеть для телефонов, но многие, ну некоторые, немногие, в основном все используют, конечно, телефон. Я работаю, ребят, Инстаграм с телефона, поэтому я не могу вам подробно рассказать вот эти специальные эмуляторы, да, программы Блюстарс, Инстапик, да, с которыми можно работать с компьютера. Я не специалист в этой области, на самом деле, гуглите, смотрите YouTube, ищите, если вы хотите научиться качественно работать с компьютера. Вот, я работаю с двух телефонов, с двух своих смартфонов. Вот, как это закачивается, если вдруг у вас уже есть, вот нету, кто нолики написал, либо через Play Market, либо через App Store, закачивайте приложение к себе на телефон, да. То есть Инстаграм, он так в Play Market и в App Store и называется. Закачали. Открываете. Нужно сначала зарегистрироваться. Ребят, если у вас есть уже один аккаунт, вот Наталья пишет сейчас, есть один, да, это ваша страница личного бренда. Вот, но, понимаете, я сегодня буду говорить про лимиты, и у каждой социальной сети есть определенные лимиты. Если мы говорим про активный рекрутинг, то одной малораскрученной страницы, ее недостаточно. Вот, когда у вас уже, например, 20 тысяч подписчиков на основной странице бренда, вы уже, там, я не знаю, золотой сапфировый директор, вот, и к вам уже люди идут, то вам, вероятно, и не будет на этом уровне необходимости иметь еще, там, 10 рабочих аккаунтов. Пока вы не стали сапфиром-бриллиантом, ребят, надо, надо у меня 10 аккаунтов в Инстаграме, потому что есть другие цели, потому что меня мой уровень не устраивает, идем к новым целям, да, так что сегодня, да, и завтра будет задание создавать рабочий аккаунт в Инстаграме. Я вам сейчас объясню, как это делается. Закачали себе, если он у вас уже поставлен, делаете, зарегистрировать новый аккаунт, вот, отлично, два есть, надо больше, один основной и минимум 5 рабочих. Зарегистрируйтесь, я регистрируюсь с помощью электронного адреса, потому что телефон, это нужно либо использовать определенные программки, либо нужно много сим-картами есть. Я ввожу бесплатно электронную почту, и на каждый аккаунт у меня отдельная электронная почта идет. Ввожу электронку, имя пользователя, ребят, пароль придумывайте сами. Но такой у меня есть к вам, такая рекомендация, не пишите, вот, я когда начинала, я писала, бизнес из дома, или работа на дому, бизнес и красота, что-то такое, да, то есть, когда вот слово бизнес звучит, на вас меньше обычных людей подписываются, то есть на вас будут продавашки подписываться, на вас будут подписываться коллеги, которые тоже бизнес в интернете строят. Но нам нужна реально своя целевая аудитория, поэтому даже рабочие страницы, они должны называться по-человечески, да, то есть, как будто это обычный аккаунт обычного человека, понимаете? Вот, то есть у меня, например, Екатерина Серж, да, там Екатерина Сережникова, потом, это Екатерина Серж 1, да, то есть, такие вот я себе сделала, потому что изначально я себе сделала бизнес из дома, потом я это поменяла, потом я сделала, например, Екатерина Астра 1, Екатерина Астра, там, С, то есть, типа, Екатерина из Астрахани, то есть, ну, какие-то такие вещи, смотрите, как вам удобно, на себе ощутила, да, напиши, что ощутила в чате, вот, то есть, короче, делайте более такой нормальный ник, нерабочий, вот, вот видите, вот бизнес онлайн Катрин, да, то есть, вот бизнес онлайн я потом убрала, я все аккаунты потом свои переименовала, убрала все, что связано с бизнесом и с онлайном. Когда вы создаете свою основную страницу, вот у кого нет, то вы будете все свои контакты в социальной сети, Фейсбук и ВКонтакт объединять, то есть, чтобы ваши друзья, вот в этих социальных сетях, они сразу, так скажем, чтобы вы на них подписались и нашли их в Инстаграме. Если это рабочий аккаунт, то вот этот поиск друзей ВКонтакте и Фейсбуке вы пропускаете, потому что они у вас будут уже на основном вашем аккаунте брендовом, понимаете, да? В рабочих вы пропускаете этот момент. На специалах бизнеса, да, лайков мало, совершенно верно. Ну, Наташа Брилл, в принципе, Брилл, ну, Брилл, Даймонд, это тот же, ну, как бы, бриллиант, более понятно, да? Не понимаешь, как новый аккаунт добавить? Серёж, у тебя есть сейчас... Не-не-не, выходить не надо, Маш, нет, сейчас я объясню. Ребят, не надо для того, чтобы создать новый аккаунт... Сейчас сюда вернусь. Не надо выходить из аккаунта открытого. Серёж, у тебя в руке телефон? Вообще рекомендую, ребят, сегодня на вебинаре, у нас такой практический вебинар, в руке держать телефон и сразу делать то, что я говорю. Потому что очень много возникает потом вопросов. 500 миллионов раз рассказываешь, всё равно вопросы. Вот лучше закреплять это действие. Смотри, Серёж, и все. Вот идёт аккаунт, да? Открытая страница. Сейчас я найду... Ой, сейчас. Планёрка здесь уже закачана, сейчас. Вот смотрите, видите? Первая стр... Как его, картиночка? Вот наверху стрелочка, шестерёнка. Видишь шестерёнка? Сейчас обновился... Ну, у каждого, допустим, в айфонах, шестерёнке, в этом... В андроиде три точечки. То есть в углу, в правом верхнем углу будут три таких вот точки. Вот три точки будут, не видно, наверное, ничего. Вот три точки. Нажимаете на эти три точки, ребят. То есть у вас открыт основной аккаунт, один он у вас. Нажимаете, и у вас будут параметры, да, вот как на второй здесь картиночке. И листаешь вниз, листаешь, и здесь будет видно, добавить аккаунт. Серёж, листаешь, нашёл? Все нашли? Давайте прям практика сегодня у нас. Три точечки нажали. Можно ли? Листаете вниз до... Добавить аккаунт. Нашёл, Серёж? То есть не выходя из аккаунта, ты нажимаешь «Добавить аккаунт» и в самом низу, да, «Добавить аккаунт». Ну, у меня максимально уже прикреплено аккаунтов. Пять. У тебя будет открываться, да, «Добавить новый аккаунт». Ты делаешь. Зарегистрироваться. То есть если у тебя уже есть какой-то аккаунт... Нет, 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 нет. Ты уже, значит, Лен. Ну вот сколько на один телефон, сколько аккаунтов можно прикрепить, Лен? Напиши в чате. Я делаю по электронному адресу регистрируюсь. Вот Лена Кабанова говорит, что на один номер телефона можно прикрепить, привязать три аккаунта. На один номер телефона. Ребят, я так не делаю, потому что при блокировке, заморозке одного аккаунта я боюсь, что будет замораживаться все три, которые привязаны к этому номеру телефона. Поэтому, чтобы обезопасить свои рабочие аккаунты, я делаю на каждый аккаунт свой электронный адрес. У тебя три на одном номере. Вот у Марины Летушевой тоже три на одном номере. Поэтому смотрите сами. Либо, как я делаю, на один аккаунт делаете отдельную электронку, или делаете на один телефон три аккаунта. Но вот Лена Петровна подтверждает, что если одну замораживать, то все остальные аккаунты, которые к этому телефону привязаны, их тоже замораживают, либо блокируют. Поэтому думайте сами, решайте сами. Я так не делаю, мне жалко. Вот, поэтому я делаю все на почту. Поняли? Не выходя из аккаунта, Сереж, понял? Делаешь добавить новый аккаунт. И делаешь зарегистрироваться, и регистрируешь новый себе аккаунт. Ясно это? Понятно? Я сделала этот слайд чуть дальше. Ну, раз у нас сейчас пошел разговор, я покажу. Ой, а где он у меня? Где он у меня? Где он у меня? Ну, ладно, дойдем до этого, я скажу, не знаю, где он у меня. Этот слайд. Все, едем дальше. Если привязана почта плюс телефон, больше доверия. Ну, не знаю, у меня нормально все, в принципе. Они старенькие уже аккаунты. Так что. Итак, дальше. Вот вы зарегистрировали новый аккаунт, ребят, рабочий, например, да? Он у вас будет совершенно пустой. Какие действия, в какой последовательности вы делаете? Первое, что вы делаете. Делайте красивую. Нет. Не надо продолжать, как Наталья. Не надо, Наташ. Делай зарегистрироваться и зарегистрируешь новый аккаунт. То есть, этот, добавить аккаунт, и у тебя будет зарегистрироваться. Нажимаешь зарегистрироваться и создаешь новый аккаунт. Все, поехали дальше. Первое, что вы в новом аккаунте, делайте красивую аватарку. Ребят, вот на самом деле это очень важно. Она должна быть, как мы говорим, да? Во-первых, желательно на светлом фоне. То есть, вообще, Инстаграм любит светлые фотографии. Чтобы глаза были без очков, не отвернутые, не затылок ваш был. То есть, вы это можете делать, ну, это делают люди, конечно, которые не развивают бизнес. Если вы все-таки хотите привлекать к себе качественных людей, то будьте открыты, будьте качественны. Глаза открыты, без очков, крупным планом, да, ваше лицо, портретное фото. Да, то есть, красивая фотография. Но она может быть не только портретная прям, но так, чтобы там были вы, были видны, было видно ваше лицо. То есть, вы изначально должны такие фотографии, можно подготовить. Вот. Выбираете из своей галереи такую фотографию и загружаете в свою аватарку. Что дальше? Дальше я пишу свое имя, просто Екатерина. Я не пишу фамилию на рабочих аккаунтах. Только основной брендовый аккаунт у меня фамилия, имя. Написала, значит, видите, где мы пишем, и все это меняем в статусе. Наверху, в правом верхнем углу нажимаешь шестеренку, либо три точки, смотря какой у вас профиль, интерфейс. Нажимаете что? Редактировать профиль. Нажимаете. Изменения профиля выходят. Что вы здесь изначально делаете? Писывайте свое имя. Без всяких бизнесов и так далее. Просто имя свое. Видите? Желательно писать большими буквами, чтобы было крупно. Лень, хватит, все. Нельзя. Большими буквами. И можете сделать сразу, ребят, одну кликабельную ссылку на свою страницу. Ну, например, ВКонтакте я делаю. То есть новый, свежий аккаунт. То есть, когда у вас новый аккаунт, вы его только создали, не нужно туда загружать сразу, например, свою ссылку в Google форуму на регистрацию. Не нужно сразу загружать туда свой блог, да, либо сайт. Делайте обычно живой аккаунт. То есть, допустим, можно либо кликабельную ссылку вообще никакую не ставить вначале, либо поставить ссылочку на страницу ВКонтакте. Все. Статус ничего себе пока не пишем. И вот таким образом вы оставляете на 2-3 дня страничку, что в течение 2-3 дней вы можете сделать. вы можете совершенно аккуратно делать подписки, то есть нифига чуть-чуть по 1000 подписок в день, а понемножечку подписок добавлять. Если на другом телефоне есть уже Инстаграм, телефон или электронный адрес сайт Сеже, если ты на другой телефон хочешь, если ты на другой телефон хочешь в другом телефоне, например, войти в свой аккаунт, ты просто сделаешь войти, вбиваешь свой логин и пароль и входишь на свою страницу. Если ты хочешь создать новый аккаунт, то, как говорится, смотри начало моего вебинара, что я говорила по поводу регистрации, чтобы я не повторялась. Регистрируешь новый аккаунт. Вот. Затем, что можно сделать? Можно выставлять, ребят, сразу несколько нейтральных постов. То есть, не про бизнес, да, а, например, свои фотографии, нейтральные фотографии, да, то есть, штук 9 постов можно, фотографии можно выставить. Вот. Как выставляются посты? Вот внизу, видите? Извините, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Милан, выключи. А, кстати, нормальные мультики, пожалуйста, я работаю. Включи свет. Так, меня слышно? Я извиняюсь, у меня здесь дети не могут мультики себе разобрать, какие смотреть. и так, извиняюсь, мы все слышали? Ну вот, вы тоже слышали, что я на них кричу, и они тоже, вот у меня бывает так. Жалко, что для записи, конечно, такое домашнее представление. Ну ладно, поехали дальше. Внизу, видите, фото, этот, фото камера, нажимаете на нее, и выбираете фотографию, да, то есть, как выставляется пост. Выбрали фотографию, которую хотите выставить из своей галереи. Вот. Что делаете дальше, ребят? Вот, пока аккаунт новый, вы можете, вот такие хэштеги, то есть, пока там нет где-то 100 подписчиков на вас, вам нужно его как-то раскрутить. Поэтому, можете вот такого плана хэштеги ставить. Лайки, взаимные лайки, подписки, взаимные подписки, лайк за лайк, и так далее, да? То есть, таким образом, на вас подпишутся не ваша целевая аудитория, а просто вот цифра, да, количество людей, которое подписано на вас. Вот. Потом, конечно, когда вы уже будете выставлять целенаправленно для целевой аудитории посты, вы такие хэштеги уже, конечно, писать не будете. В первое время вы их можете, там, первую недельку писать. Вот. То есть, создали аккаунт, выставили аватарку, написали свое имя, сделали ссылочку на, допустим, контакт свой, поставили, штук девять фотографий нейтральных про себя, семью, природу, весну, и вот с такими хэштегами. Вот. Проходит модерацию ваш аккаунт, вы понемножечку каждый день заходите и сами подписываетесь на, ну, может, на сто-двести человек в день. Вот. Не в час, а в день. Итак, когда у вас уже этот аккаунт недельку отстоялся, вы можете, ребят, сделать себе статус. Что-то, вот статус, ребят, это вот, видите, написано Екатерина, и под ним статус. Предлагаю работу на дому, да, всего 2-3 часа в день. Сейчас я немножечко по-другому сделала. Ну, вы можете, да, самоседование по WhatsApp, работаем с разными странами, то есть вот это называется статус. И задача ваша, да, то есть привлекать на свою страницу как можно больше количества людей, и они видят ваш статус, переходят в контакт, либо на сайт, либо в Google форму, либо задают вопросы, что за бизнес, либо вы сами им директ пишете. Вот. Как сделать вот такой статус? Ребят, вот я знаю, что не у всех такие статусы, ребят, есть. Скажите, пожалуйста, у кого такой статус есть? Про звезд я сейчас Лену буду говорить. У всех ли есть статус про себя? Кто вы? Просто он есть не у всех. А это обязательно. Сереж, уже можно о бизнесе себе, уже нужно о бизнесе. Потому что вот здесь, ребят, в статусе очень важно, да, прописать, кто вы, что вы делаете в Инстаграм, как вы себя вообще позиционируете, чем вы по жизни увлекаетесь, да, может быть, какое-то свое увлечение. Но есть такая вещь, особенно это касается страниц с личным брендом, что вот то, что вы в статусе прописали, то вы и должны на своей странице изображать. То есть, если вы пишите, что я пишу мамочка двоих детей, значит, у меня должны посты быть про детей, потому что я мамочка двоих детей. Если я пишу, допустим, путешественник, да, то есть, люблю путешествовать, значит, у меня должны быть статусы, где я путешествую. Если я говорю о бизнесе, да, интересном образе жизни, значит, я ставлю посты о образе жизни и о бизнесе. Понятно, да? Нет, на бренде сейчас увидишь брендовую страницу. Нет, это рабочая страница. Это рабочая, одна из рабочих страниц. Понятно, да, то есть статус обязательно, а, где-где я не показала. Также заходим, вот смотрите, в этот, в редактирование профиля, и вот здесь есть специальная графа, куда вы пишете. Там будет написано о себе. И вот в эту графу вписывается статус, тот, который вы хотите. Вот. То есть я походила по коллегам, посмотрела, кто что пишет, да, и подумала, как бы я это хотела написать. Можно с этими, как его, в столбик написать, можно в строчку, со смайликами. Вот. Пишите. Это очень важно. Без этого смысла нет идти подписываться и рекрутироваться. Сначала вы должны прописать и оформить аккаунт, а потом уже подписываться, делать какие-то другие действия, ребят. Потому что если он у вас не оформлен, если он не интересен, то смысла вообще делать следующие действия нет. А так и пишите. Пенсионер с активной жизненной позиции. Да, есть, Мариш, есть. Я не могу тебе сказать в буковках, но на определенном этапе он блокирует, да, то есть не дает дальше, вот, 150 символов, видишь. Я говорю, Елене Петровне, следующий инстаграм, будет Елене Петровне давать. Она по цифрам у нас более четко говорит. Сколько, что, да, вот, 150 символов. Что не нужно делать? Ребят, даже в рабочих страницах, ребят, не нужно делать вот такие картинки, которые всех уже замучили в интернете. Да, то есть только о работе, посты, вот этого, ребят, не надо делать. Вот тут мечтаешь, зарабатываешь, деньги сыпятся тебе, вееры вот эти с деньгами, ребят, это уже все. Отошло, оно уже не работает. Фотография должна быть более, да, качественная. В шапке мало о себе информации. Это чисто здесь такая рабочая, да, у нее. Вот. Фотография. То есть, ну, вот это вообще как бы не надо. Да, то есть много таких вот фотографий ненужных. Вот. Вот моя Кать Татаренкова, моя основная страница. То есть, я сделала себе ее, ее, как называется, рабочий профиль, такой бизнес-профиль, называется это профиль, профиль компании. То есть, когда заходите к себе, опять-таки, в редактирование профиля, там есть такая строчка, перейти на профиль компании. Связывается с Фейсбуком, и у вас появляются вот такие кнопочки позвонить, электронный адрес, как связаться. Это моя брендовая страница. Вот вы видите, вчера я всех поздравляла с Пасхой, да, опять программкой пользуюсь Snapseed, про которую я говорила, как работать со смартфоном. Кто не был, у меня на YouTube-канале есть запись, как это делать. Вот эта программочка я делаю, высветляю фотографии. Вот с куличами я, у меня не было уже времени высветлить, она получилась темная. Вот. А вот это вот, например, надпись, это все я делаю вот в этой программочке Snapseed. Вот. Вот так вот выглядит мой статус, но я хочу немножечко его откорректировать, потому что он мне немножечко надоел, хочу что-то новенькое. Вот. Фамилия и имя здесь полная, красивая фотография, да, и вот такое вот количество у меня подписчиков, подписок на сегодняшний вот момент, пока я готовилась сегодня к вебинару. Вот постепенно я ежедневно отписки делаю, вот, но когда такое количество подписок, конечно, в день, ну, сложно отписаться от всех, нельзя, да, лимиты не позволяют, поэтому потихоньку отписываюсь. Но такая фишка, ребят, что посередине количество людей, подписанных на вас, должно быть больше, чем те, на кого подписаны вы. Это закон, опять-таки, Инстаграма, так должно быть, так правильно, поэтому вы должны отписываться от людей, чтобы вот эта вот крайняя правая циферка была намного меньше, чем людей, которые на вас подписаны. Тем самым, люди, которые заходят к вам на страницу, они видят, что вы людям интересны, вы искусственно не накручиваете, то есть не видно, да, что вы искусственно накручиваете себе подписчиков, потому что вы от них отписываетесь. Вот. А если у вас правая крайняя будет 10, там, 7500, половина тысяч, потому что максимально допускают 7500 инстаграм, или там 7000 подписчиков, подписок, а на вас подписано 550 человек, то сразу видно, что вы пытаетесь накрутить кучу подписчиков, но никто на вас не подписывается, да и зачем я тогда буду тоже на вас подписываться, понимаете, да, психология? Вот. Ребят, насчет вот еще профиля компании, да, вот чтобы это было такие кнопочки связаться, чтобы вы могли посмотреть статистику, да, какая там мужчина, женщина, в какое время вам лайкают, переходят ли на вашу кликабельную ссылочку, то есть эти все вещи, которые дает профиль компании, ну вот я слышала уже не раз, что пока вы раскручиваете свой аккаунт, ставить его, ребят, не нужно, потому что это уже идет как бизнес-аккаунт, с которого Инстаграм хочет зарабатывать денег, соответственно, вы выставляете пост, и он уходит у вас не на первые топовые позиции, а он уходит у вас вниз по ленте ваших друзей, и даже не все друзья у вас видят ваш пост, я заметила, что мне начали меньше лайкать, больше стали лайкать какие-то продавашки, вот, поэтому пока у вас нету большого количества подписчиков, даже не переходите на профиль компании, иначе вам будет сложнее раскрутить подписчиков, вот, понимаете, да, как набирать подписчиков, ну, Сереж, есть разные методы, два из них я сегодня скажу, это метод как пальчиками работать вручную, и метод программы, вот, ну, есть еще платные разные серверы, которым ты платишь деньги, они тебе накручивают людей, но это не целевая твоя аудитория, это просто цифра, количество подписчиков, да, то есть такие программки, ты платишь, и у тебя там боты, страницы продавашки, то есть вот в середине, но это не целевая аудитория твоя, вот, то есть просто чисто для количества, вот, понятненько, да, делаем шапочку, красивые фотки, идем дальше, это не очень эффективно, поэтому эффективнее, конечно, ну, это чисто вот, чтобы человек зашел, увидел, что на тебя подписано, о, пять тысяч человек, дай-ка я тоже подпишусь, да, но там и больше отписываются, то есть вот эти, так скажем, люди, они, ну, как бы, боты, они от тебя очень много отписываются. Ну, сейчас расскажу. Вот смотрите, как связать аккаунты, то есть вот вы сказали, я еще не сказала, что на один телефон, на один смартфон, вы можете одновременно, у вас может быть открыто пять аккаунтов. Вот вы видите, один основной аккаунт и четыре рабочих аккаунта, то есть не выходя из страницы в страницу, из аккаунтов в аккаунт, вы можете только пять иметь аккаунтов. На одном смартфоне можно иметь максимум десять, но одновременно открытыми только пять. Вот, чтобы в другие пять войти, нужно с этих пяти выйти, в другие пять войти. Вот, то есть вот такие вот параметры. Как сделать так, чтобы было одновременно открыто пять аккаунтов? вот, как я уже сказала, первый аккаунт вы есть у вас, через редактирование профиль вы добавляете второй аккаунт, а потом уже, когда вы два скрепили между собой аккаунта, вы, вот видите, нажимая на свою, на свой ник Екатерина Серж, у вас выходит там стрелочка и выходит добавить аккаунт, видите, на второй картиночке, нажимая ее, вы добавляете новый аккаунт, либо регистрируете новый, либо уже существующий. Таким образом, не выходя из аккаунта в аккаунт, вы соединяете между собой пять аккаунтов. Десять нельзя открытыми, можно только пять. Потому что, когда ты делаешь добавить новый аккаунт, у тебя пишет, что максимально открыто добавлено максимальное количество аккаунтов. что с айфона, что с андроида. У меня так. Поэтому, вот, пять аккаунтов. Хорошо, потом расскажешь, как это можно сделать. Следующий вебинар внесу. Так, Катя, напишите, а сколько у кого аккаунтов? Вот, всем понятно, вот до этого момента, как связывать аккаунты. Сколько у кого аккаунтов? Один, два, пять, один, два, один, вот у меня десять аккаунтов, но успеваю работать пока только с пяти. Один, это уже круто, два рабочих. Итак, вот таким образом связываем мы аккаунты. Идем дальше. Итак, вот у вас есть площадки для работы, что мы с ними делаем. Что такое активный рекрутинг в Инстаграме? Это подписки и отписки, это метод лайкинга, и это комментарии. Я работаю подписками и лайкингом. Комментарии я практически не пишу. Что здесь у меня за табличка? Это будильник. Это будильник, который мне показывает, когда, что я должна сделать. он мне показывает, что я должна в 9, в час и в 8 разместить на основной аккаунт свой брендовый пост, потому что на основной аккаунт нужно 2-3 поста в день делать. Вот. И каждые 2 часа он мне показывает, что мне нужно сделать 200 подписок. Дальше поймете, почему именно такие лимиты. Вот. И вот он мне постоянно будильник звенит, у меня уже дети знают, мам, у тебя будильник на инстаграм. Вот. Это вот для тех, кто работает пальчиками, да, и делает вручную подписки. На самом деле есть программочки автоматических подписок, но все-таки я убеждаюсь, что для нахождения целевой аудитории нужно работать с подписки, делать пальчиками. Это будет более эффективно. Да, дольше, но эффективнее. Запись будет. Вот. Поэтому, ребята, определитесь, кто ваша целевая аудитория. Кого вы ищете? Кто они? Женщины, мужчины, семейные пары, студенты. Есть у них дети, нету детей. Какой доход примерно, да, у вашей целевой аудитории должен быть? Вот. Пропишите ее. Кого вы будете искать? Поэтому, это, соответственно, группы будут, это соответствующие будут хэштеги. Вот. Вот. для поиска целевой аудитории. То есть я для себя, ребят, прописала, что моя целевая аудитория это женщины, возраст 35-45 лет, имеющие детей, имеющие доход в районе 20 тысяч рублей, да, чтобы я могла им предложить наши возможности. Вот. С активной жизненной позиции позитивные, да, то есть чтобы нечаяц был приятен. То есть вот такая вот у меня целевая аудитория. Не только мамочки в декрете, а просто активная женщина, молодые, да, то есть с детьми. То есть вот такая, какая у вас целевая аудитория, решать именно вам. Вот. Но вы должны это определиться. Для кого вы пишете посты, к кому вы обращаетесь. Понимаете, потому что посты вы будете писать, обращаясь к вашей целевой аудитории. Чтобы люди не отписывались от вас, с ними нужно общаться, им нужно быть интересными. Итак, как накручивать, как вообще искать целевую аудиторию, как накручивать подписчиков, да, как к себе привлекать внимание. Есть очень такой известный метод, это по звездам. Ходить по звездным аккаунтам. Очень многие работают по Бузовой. У Бузовой, смотрите, 9,3 миллиона подписчиков. Вот. Ищите, значит, в людях Бузова. Вот. Первый аккаунт Бузова. Заходите. Вот. У нее 9,3 миллиона. Можно по подписчикам работать, можно по ее лайкам. Итак, нажимаете ее вот цифру 9,3 миллиона, кто на нее подписан, и у вас открывается список людей. Вот. И если вы хотите искать, а вам нужны реальные люди, то есть можно просто фигачить по всем подписчикам, но там будет очень много тоже продавашек, коллег, а можно по именам. То есть вписывайте, например, имя Анна, Екатерина, Елена, Наталья. Да, мы же определили, что вот, например, моя целевая аудитория это женщина, поэтому мужские имена я писать не буду. Вот. И вот вышли аккаунты с именем Анна, и я начинаю на них подписываться, ребят. И там будет с большей вероятностью, ну, все равно, знаете, процентов 60 там будет не целевая аудитория, вот, но процентов 40 там будет наша целевая аудитория обычных людей. И вы на них подписываетесь. какие лимиты, дальше скажу. Можно подписываться по лайкам, то есть берете вот та же самая Бузова, первую ее самую последнюю фотографию, и видите, что ей лайки поставили 28 763 человека. Нажимаете этот лайк, это количество человек, и у вас выходят люди, которым понравилась эта фотография, которая буквально сегодня, ей лайкнули ее фотографию, и начинаете по ним подписываться. Это занимает очень мало времени, но это не вся будет целевая аудитория. Но вы накручиваете, подписываетесь, подписываетесь, подписываетесь на них, они на вас потом в ответ заходят, подписываются, через три дня вы от них отписываетесь, на других подписываетесь, опять заходите, опять последнюю фотку, и опять по этим лайкам подписывайтесь. Таким образом вы набираете, Сереж, да, ты спрашивал себе подписчиков. И те люди, которые ваши целевая аудитория, те, которые реальные люди, они могут посмотреть ваш статус и что-то вам написать. Вот. И вот таким образом это будет видно. Запрошено, это значит, у них закрыли. Вот если пишут, ребят, подписки, это значит, вы подписались на них. Если запрошено, значит, что человек закрытый аккаунт, и нужно ждать, когда они на вас отреагируют и подпишутся в ответ. Это понятно? Напишите, пожалуйста, цифру 10. Олесь, сколько времени 200 подписок делать? Вот если по подписчикам, да, то это очень быстро. 200 штук, это я не знаю, ну, 3 минуты. подписался, все, готово. Если выбирать целевую аудиторию, то это дольше, это уже более качественно. Следующее, как можно? Можно подписываться по геолокации. Геолокация это местоположение, то есть человек, когда выставляет фотку, он туда отмечает, что я нахожусь там-то, там-то. Вот. И вы можете людей искать именно по этим местам. Как вы это делаете? Смотрите, внизу есть лупа. Нажимаете лупу и нажимаете найти, поиск, и видите, будет места. Места это и есть геолокация. Олесь, смотри, как считать 200? Когда ты начинаешь подписываться, ты видишь, что ты подписана на 5500 людей, например, вот у меня сейчас. Вот. Я начинаю подписываться и смотрю, то есть если я это делаю не программой, а вручную, я подписываюсь, чтобы было 5700, да, то есть плюс 200 человек. Поняла, да? Ага. Все, Сереж, спасибо тебе за помощь. Значит, смотрите, нажимаете места, это геолокация, и нажимаете, если вы хотите найти человека, ну, как бы людей подписываться, те, кто у вас в вашем городе, да, например, у меня в Астрахани, то я делаю места поблизости, и он мне находит места, которые рядом со мной там. Торговый центр Трикота, просто Астрахань, торговый центр Ярмарка, Крема, Лебединое озеро, Даир, видите? Я, например, выбираю Даир. Почему Даир РК? Потому что это детский центр у нас, Даир, куда ходит очень много мамочек с детьми, семей с детьми, развлекаться. Новый центр трехэтажных детских развлечений, современный, и туда очень многие ходят. Естественно, там моя целевая аудитория. Вот, я нажимаю ее, и вот выходит, видите, публикация, в которых отмечено было Даир РК. Что я делаю? Я нажимаю, ребят, вот в начале выходит девять фотографий, лучшая публикация. Ну, я их в основном не беру, потому что там очень много раскрученных таких вот бизнес-аккаунтов, нет целевой аудитории. Вот, там всяких этих блогеров и так далее. я беру более обычных людей. Смотрите, то есть я нажимаю вот на фотографию и вижу, вот, видите, наверху Даир РК, я вам показала, что вот это вот Мария Ефимова, она отметила на своей фотографии Даир РК, именно поэтому по геолокации Инстаграм ее нашел для меня. Вот, под этой фотографией, смотрите, она нравится тридцати пяти людям. Заметили? Я подчеркнула тридцать пять человек. То есть это живой реальный аккаунт. То есть это не человек, который раскручивает свои аккаунты. Это однозначно будет не девушка-блогер. Потому что если вы обратите внимание на соседнюю фотографию, то у нее триста тридцать девять лайков. То есть это однозначно уже не просто обычная мамочка в декрете. Это человек, который что-то раскручивает, что-то продает. На него много подписано людей. И то есть мой лайк и моя подписка она пройдет мимо ее взгляда. Она ее не заметит. Поэтому вот если выборочно делать, не всех подряд, то смотрим у кого лайков до пятидесяти штук. То есть до пятидесяти делаете лайк и подписываетесь. Видите, да? Подписаться лайк. Подписка лайк, подписка лайк. Вот. Таким образом вы будете привлекать внимание к своей странице более реальную свою целевую аудиторию. Понятно вот этот момент, ребят? Как выбрать целевую свою? Вот. То есть вот таких вот я тоже прохожу. Подписка лайк, подписка лайк, подписка лайк. Да? Но те, у которых меньше пятидесяти лайков. По группам можно лайкать. Нажимаете также поиск, делаете лучшее и пишете, например, группа там гороскоп или вязание крючком или там, я не знаю, такие вот группы делаете и нажимаете гороскоп для всех по группам и опять либо нажимаете количество подписчиков, видите, 29 тысяч подписчиков и всех подряд фигачите, да? Набирая количество подписчиков. Либо опять-таки открываете фотографию, смотрите, что она нравится 888 людям и у вас выходят эти люди и начинаете лайкать их. Вот, например, Кристина, да, Ветрова, Катерина какая-то, Валерия, видите, то есть обычно реальные люди. Детский центр, я не буду на него подписываться, да? Дмитрий какой-то фотостудия, я не буду на нее подписываться. Не буду подписываться на более реальные. То есть можете выбирать, если вам все-таки были, нужны более реальные люди, либо можете просто для количества фигачить всех подряд. Сейчас дойду до этого. У меня есть еще 7 минут. По ленте как еще можно находить? Потому что вот этот очень часто встречается вопрос, на кого подписываться, где искать людей. Напишите в чате, вам полезно то, что я сейчас рассказываю? Вы уже в своем телефоне держите в руке, уже набираете эти кнопочки, про что я рассказываю, пытаетесь уже найти свою целевую аудиторию? Следующий, ребят, как можно еще подписываться? По ленте. Что такое лента? Это люди, на которых вы подписаны. То есть вы на них уже подписаны, ребят. То есть и нажимая на домик, видите, внизу слева домик, у вас будет лента людей, на которых вы подписаны. Вы идете по этой ленте. И вот я нашла, например, девушку, обычная девушка, которая держит в руке агушу, значит, у нее есть ребенок. И нравится 17 человек эта фотка. То есть такой реальный аккаунт. Я нажимаю на вот это количество штук 17, я лайкаю фотку ей, соответственно. То есть опять-таки людей, на кого я подписана, я привлекаю к себе внимание. Нажимаю на количество 17, и выходят опять люди, которым понравилась эта фотография. И подписываюсь на реальных людей. Понятно, да? Потом перехожу к следующей фотографии, кому она понравилась, и опять выбираю людей. Друзья друзей, точно. Друзья друзей. и еще один очень такой известный метод поиска людей, это по хэштегам. Видите, какое количество вообще есть вариантов, множество, на кого подписываться, где искать этих людей. Хэштеги это метки. Опять нажимаете поиск, нажимаете метки. Ребят, хэштеги это то, что люди ставят под фотографии с этой решеточкой. Вот, но очень часто мы начинаем людей искать, ребят, по, так скажем, очень известным таким раскрученным хэштегам, таким как многодетная мама, инстамама, мама дважды, мама дочки сына, мамочка декрессия, да, то есть, если вот вы даже заметьте, я замечаю, если я под свои фотографии такие хэштеги ставлю, то на меня порядка пятидесяти ста человек сразу подписывается продавашек и коллег наших, да, поэтому набрав здесь в поиске такой хэштег, вы, соответственно, найдете этих людей, там будет 90% нецелевой аудитории, поэтому пишите, ребят, более реальные хэштеги, как их можно найти, либо очень такая фишка классная, имена детей, детей, то есть, я часто ищу, у меня дети Милана, Леонид, Тимоша, Тимофей, Тёмочка, Артёмочка, да, то есть, обычные мамочки, которые гуляют в песочницах, да, которые не раскручивают свой аккаунт, а просто вот живут, да, этим, они очень часто ставят хэштеги имена своих деток, вот, поэтому вот этим можете вы пользоваться, и набирая вот, например, Тимоша, будут, вот видите, очень много обычных аккаунтов, либо как ещё можно понять, какие хэштеги ставят обычные люди, либо у своих знакомых, которые не в бизнесе, спросить, слушай, а ты в Инстаграм какие хэштеги ставишь, да, либо просто заходите, находите обычных людей, смотрите, какие они хэштеги ставят, и по этим хэштегам ищите других людей, понятно, да, вот, что люди пишут и их ставьте, не надо делать мега популярные хэштеги, вот, например, я сделала Тимоша, нашла вот обычная семья, обычный ребёнок, нравится оно 17 людям, то есть, я подписываюсь, ставлю лайк этой фотографии, захожу, кто ей лайкнул, и подписываюсь на её, соответственно, на этих людей, понятно, да, всё, давайте, ещё у меня есть три минуты, зайчик, а нет, можно попить? Можно, можно, иди попей, у меня есть ещё шесть минут, бежим дальше, это понятно, ребят? Сейчас я ребёнку попить налью, вы пока скажите, понятно вам? Отлично, идём дальше. Анютка спрашивала, кому ты пишешь в Директ? Смотрите, что я делаю? То есть, я сделала подписку лайк, подписку лайк, подписку лайк, привлекла внимание к своей странице, и люди начинают заходить ко мне на аккаунт. Многие начинают подписываться, многие ставят лайки. Где я это увижу? Я нажимаю внизу сердечко, сердечко, вот, и мне вот выходят люди, кто что мне лайкнул. Я вот вижу, да, то есть, вот кто-то Селена подписалась, лайкнула сегодняшнюю последнюю фотку, лайки, лайки, перелайки. Вот, Вдовина Руфина, это мой партнер, консультант, лайкнула мне. Вот, Руфина по машинам, это ручкой, да, ты здесь. И я вижу, что какая-то Натали Каяева, 52, 63, на меня подписалась. Я нажимаю на нее, да, открывается ее аккаунт. Я вижу, что у нее 115 публикаций, у нее ничего, ничем не говорящий этот статус, то есть, она не пишет, что я развиваю бизнес в интернете и так далее. То есть, если это написано, я тут же ухожу ищу следующего реального человека. У нее обычные фотографии, там, ребенка, но по количеству подписок, на кого она подписалась, я вижу, что она раскручивает свой аккаунт. Вот. Но, так как она особо ничего не открыто не продает, я думаю, дай-ка я ей напишу. Нажимаю на три точечки наверху и мне выходит вот такие вот, такая табличка. Пожаловаться, заблокировать, скрыть истории, отправить сообщение, я нажимаю отправить сообщение. И меня Инстаграм переводит в Директ. Что дальше делаю я на своем компьютере? Ой, телефоне. Мой телефон, мой компьютер. У меня на рабочем столе, ребят, есть заметки, блокнот. И у меня там есть шаблончики. Это то, как делаю я, ребят. И в заметочках я беру свой первый шаблончик, копирую его и ей вставляю. И вот это вот в Директ я пишу. Ребят, я так делаю. Я делаю так 20-30 сообщений в день в Директе. Люди, которые мне лайкнули, люди, которые на меня подписались. Потому что, если они мне лайкнули, если они на меня подписались, это дает мне право уже им писать. Вот. Да, есть способы открывать аккаунты, писать от себя «Здравствуйте, здравствуйте, в какой садик ходит ваш ребенок», заводить такую живую переписку. Вот. Но я это делаю пока редко. Я буду переходить на этот метод более живого общения. Вот. Но чаще я делаю вот именно таким методом. И очень многие люди... Хороший результат. Вот. Да, дополнительный доход всегда актуален, пишет мне человек. Да? Вот. Я ему пишу. Как вам удобнее получить информацию в WhatsApp, в Skype? Вот. Давайте мне телефон. Я вам расскажу вакансию. WhatsApp удобнее. Пишет телефон. Все. Я перехожу с ней на WhatsApp. и в WhatsApp я уже пишу либо голосовыми сообщениями, либо звоню, и потом в WhatsApp скидываю уже форму для регистрации. Вот. Потому что если вы в Директе скидете форму для регистрации, то она будет некликабельна, человек ничего не сможет сделать. Можно. Вот. Понятненько? И вот если, ребят, такую работу проводить с пяти аккаунтов ежедневно, да, одна регистрация будет точно. Ребят, вот не может не быть результата. Вот честное слово. Когда вот сидишь реально, сегодня там работаешь в Инстаграм, все, и делаешь так, результат есть однозначно. Понимаете? Однозначно. По Директу есть вопросы, ребят? По Директу? Всем понятно? Так, все время девять. Я заканчиваю, сейчас про лимиты расскажу, и все. Ребят, лимиты. Давайте поговорим. Кто так еще делает? Настя так делает. Хорошо. Вы пока пишите вопросы, которые у вас возникли, буквально минутка на вопросы, и у нас сейчас будет планерка нашей команды. Я закончу лимитами. Итак, новый аккаунт, ребят. Что такое новый аккаунт? Если вы его только создали, и ему меньше, чем 14 дней активной работы. Ребят, если вы его создали две недели назад, аккаунт, но вы с него ничего не делали, вы не наполняли постами, вы не лайкали, вы не подписывались, да, то есть вы никаких действий с ним не совершали, аккаунт называется новый. Если вы аккаунт создали три месяца назад, если вы создали его в сентябре месяце, а в апреле сейчас только начинаете им пользоваться, и вы это время им не пользовались, он называется новый, и вы используете вот эти лимиты. Потому что многие создают три месяца назад, думают, что он классно отстоялся, он уже не новый. Ребят, в каждой социальной сети есть нюансы, особенности. поэтому если аккаунт новый, то вы можете делать подписок, сто подписок в час, ребят, не двести, а сто. Максимум четыре захода в день, то есть четыре раза в день вы можете в него зайти, то есть это четыреста подписок в день вы можете сделать. Перерыв опять-таки, да, минимум полтора часа. Поэтому мы говорим, вот я ставлю будильник, слышали, сейчас у меня в девять часов будильник прозвенел, выставить, а, нужно отписаться, вот, то есть каждые два часа, вот я ставлю будильник, и получается, что вот по сто подписочек можно делать, но четыре раза. Фотографии. Максимально можно две фотографии загрузить, да, в новый аккаунт, за один заход, максимум пять в день. Ну, я, кстати, даже так и не делаю, то есть я на рабочих страницах, ребят, делаю хорошо, если одну, один пост раз в три дня, да, то есть брендовые там немножечко другие, Татья завтра будет по бренду, а нет, мы на прошлой неделе по бренду, да, давали тему, сколько, какие лимиты, вот, отписки, максимум 600 в день, и получается, смотрите, максимум 400 подписок в день, и максимум 600 отписок, то есть получается подписки и отписки суммарно тысячу штук, да, не большее, если вы делаете чуть больше, вас тут же блокируют, ребят, замораживают аккаунт, понятно? Это новый аккаунт. У меня бот стоит, у меня бот стоит инстату, ой, этот, follower assistance, но сейчас я делаю на нем отписки, то есть я сейчас подписываюсь вручную, на боте я делаю отписки. У меня будильник стоит, я захожу и делаю, то я один раз делаю подписки, следующий раз делаю отписки, Анют, вот каждые два часа он у меня стоит, я делаю. Ну, я делаю и отписки, Ле, но, например, если я в прошлый раз делала отписки, в этот раз я могу сделать подписки. Смотря на что у меня сейчас есть время, ребят, потому что есть время подготовки к вебинарам, есть время созвонов, собеседований, да, то есть когда ты подписываешься, нужно включать голову, а отписываться не нужно голову включать, да, то есть зашел followers, включил, и все, и оно само отписывается. Смотрите, средний, который до трех месяцев активной работы, так, я уже сейчас заканчиваю, а то уже время четыре минуты, это уже три месяца активной работы, значит, двести в час нужно делать подписок, максимум пять заходов в день, перерыв между заходами полтора часа, также пять фотографий за один заход, максимум двадцать в день, ну, такого я, конечно, такого количества не делаю, вот, но это как бы лимиты, подписки, отписки тысячи в день, да, но, ребят, смотрите, здесь такой есть нюанс, что нельзя делать отписки и подписки в один день, да, это вот даже к вопросу будильника, как вам это отрегулировать, то есть, если вы, например, сегодня с этого аккаунта делаете подписки, то есть, например, по двести подписок каждые два часа, то отписки вы уже в этот день не делаете, то есть, два дня, например, вы работаете на подписке, потом один день вы работаете или там два дня работаете на отписке, потом еще два дня вы работаете на подписке, потом два дня вы работаете на отписке, понимаете, то есть, или то, или то делаете по лимитам, и поэтому рекомендации такие, если вы конкретно этим методом работаете, да, пять аккаунтов, Например, сегодня работают на подписке два дня, потом они отдыхают, вы с них отписываетесь, а с других пяти аккаунтов вы подписываетесь. Таким образом вы чередуете работу десяти аккаунтов. Когда подписочный закрытый профиль, да, он считается в лимит, потому что ты же сделала сам факт подписки, ты же нажала на кнопку подписаться, тоже в лимит. И старый, от трех месяцев активной работы. Это самый, конечно, классный аккаунт, я с него делаю, что хочу, сколько хочу, да, то есть можно делать по 200 подходов, да, по 7 подходов в день, 200 подписок, да, либо отписок, до двух с половиной тысяч отписок в день, вот, и больше фотографий можно загружать, и его, конечно, меньше блокируют. Поэтому, ребят, чем раньше заведете аккаунты, чем более такие действия вы будете с них делать, тем Инстаграм вам больше даст возможности активничать с этих аккаунтов. Вот, ладно, на этом мы сегодня закончим, потому что я вам сегодня рассказала, как регистрировать новые аккаунты, то, что вам сейчас по гуру пригодится. Если у вас только один аккаунт, ребят, обязательно создавайте новые аккаунты для работы в Инстаграм, если вам сегодня заинтересовала этот метод. Вот. Я сегодня рассказала, как и где искать подписчиков, и рассказала про лимиты. Вот. На сегодня информации вам достаточно на эти пару дней работы. Вот. Если вас интересует follower assistance, вот, в предыдущих вебинарах у меня на YouTube вы это сможете найти. Итак, какие еще есть вопросы? Вопросов нет. Так, запись будет. Так, ну все, спасибо за внимание. Записи открыты.